Интерес сыграл. Моих двух прадедов раскулачили. Выползет ли это в работе. Ну и второе. Хочется зарабатывать нормальные деньги, чтобы хватало на свои потребности, еще оставалось на пенсию. И эти деньги намного больше, чем я сейчас получаю на работе по найму, плюс еще та работа, которая мне надоела и понимает, что это не моя. Хочется уйти вообще в другую сферу и зарабатывать нормальные деньги, наконец. Они просто ездят, грубо говоря, на одной оттенке. Вот как-то так. А страх того, что придут и заберут, ну, по историям, что такое есть, по истории в нашем Минске, приходят граждане органов власти, просто забирают. И это резонирует во мне, что действительно придут и заберут. Бывает такой страх, и он блокирует мои действия. То есть по мелочи можно заработать, но по мелочи. Такое, чтобы чувствовать, что к тебе никто не может докопаться. Настолько мелко, что тебя никто не захочет трогать, с тобой возиться. Вот какие-то там копейки в течение месяца дополнительно еще получить и все. Вот такой вот страх. То есть мелко можно работать, а на более серьезный уровень, на более широкий охват рынка выходить уже страшно. Хотя как бы идея есть оригинальная, конкуренции на рынке практически нет. Можно работать, но боюсь. А вот смотрите, момент такой. Вот этот страх, как на ваш взгляд, он имеет перед собой какие-то основания под собой? Я понимаю, что это глюк. Технические вопросы, в принципе, они решаемы. Решаемы вопросы, то есть можно решить вопрос и на уровне законодательства найти такой образ, скажем так, индивидуального предпринимателя, образ работы, чтобы платить копейки какие-то по налогам и спокойно работать. Но, опять же, она слышала, что тот, кто выходит на нормальный уровень, просто приходит и отбирает. Понял. Здесь просто смотрите момент какой. Если мы рассматриваем с логической точки зрения, насколько это все имеет смысл. Это, знаете, как, например, страшно пройти по крыше дома, там сильный ветер, страшно, да. Надо ли этот страх убирать? Наверное, нет. Потому что мы туда не пойдем. И вот здесь вот страх того, что отберут, он с чем связан? Вот страшно, что не будет денег? Страшно, что зря откладывали время или что-то еще? Вот, допустим, отобрали. И что? Какие тогда ощущения? Пришли, отобрали. Физически ли тело умрет? Ну, я не знаю. Мы не темноты боимся, мы боимся, что оттуда кто-нибудь выскочит и нас съест. Мы кончимся. Или частично кончимся. А вот, например, страх того, что отберут деньги. Здесь вот что? Шнерджа нищеты. Тракт нищеты. Из него одиночество и, грубо говоря, закончить свои дни под забором. С драной одеждой и ирваной обувью. Страх того, что, грубо говоря, здесь будет уже не овсянку, а камешки с гречкой, да, с дороги. Но это интересно. Давайте посмотрим тогда с двух сторон эту штуку. Потому что, с одной стороны, страх он такой достаточно, вроде как, обоснованный. Но если вы так послушаете, да, но вы сами говорите, что это глюк. Потому что, наверное, можно найти какую-то форму работы, когда это будет менее вероятно, да, допустим. И, может быть, посмотреть, а что тогда делать вместо этого. Ну, давайте. Значит, страх, страх. А что должно быть, кстати, вместо вот этого страха? Страх того, что отберут деньги. Вот чего? Должно не быть. Или что должно быть вместо? Спокойно принимать экономическую ситуацию, ситуацию, скажем так, работы налоговых органов, стоп. Не бояться отстаивать свое мнение с налоговиками. О, понял. Принято. Хорошо. Давайте тогда любым привычным, приятным, любимым способом придите в чуть более расслабленном состоянии. Можно почувствовать, что тело расслабляется настолько, насколько можно через дыхание. То есть вдох и выдох. Можно прислушаться некоторое время в дыхание. И внутренним делом пробежаться по телу, посмотреть, чтобы все мышечные зажимы, которыми нужно распустить, все напряжение ушло. Сейчас есть возможность настроить свое внутреннее восприятие идеальным образом, чтобы оно потом влияло хорошо на физические мышцы. Вы говорите, страх работать большие деньги. Страх того, что придут, отберут. Где он в теле проявляется, как выражается? На что похож? Такое темное облако, туманное. В груди? Более густое, чем туман, в этой области. По размерам, как шар. Оно не статическое, оно динамическое. Постоянно, как бы, что сказать, края тумана, они передвигаются, двигаются. И оно немножко так, в сторону в сторону коллегается. Хорошо. Мысленно представьте, вы видите, что вы взлетаете от этого облака, второобразной формы из груди и разместите перед собой, примерно на расстоянии выкинуть в других пространствах. Есть. Слышно, нормально. Ну, у меня, да. Мне, да. Хорошо. А расскажите ему, я тебя вижу. Как оно отреагировало на это? Насторожилось. Насторожилось. Ага. Скажите ему, я не буду проявлять к тебе настороженность? Я буду проявлять к тебе только самое лучшее чувство. То есть, он тогда. Сжимается и сжалость мяч от тенниса, темный, типа платья. Такая плакость. Что он к вам проявляет этот мяч сейчас? По весу тяжелый. Сейчас объясню. Да. Он устало на меня обращает внимание. То есть, я к ним обращаюсь, он вынужден обратить на меня внимание. Вот такой вот усталый гулянт. Понял. Скажите этому мячу, я разрешаю проявить все, что в тебе скрыто. Что с ним тогда? Обмяк стал мягкий. Вот как куриное яйцо, только оно не жесткое, а мягкие стенки у него. И как бы из него такая жидкость прозрачная, типа воды салонская. Угу. Хорошо. А посмотрите, что придет первым, как ответ на вопрос. Это ваше или еще это чужое? Пришел дед по отцу. Угу. Зачем он дал это? Какая у вас функция вот этого у вас? Первая эмоция, что возникло, это его страх. Страх деда. Угу. Страх деда. Хорошо. Если посмотреть сейчас на деда и обратить внимание, где в нем находится этот страх и в виде чего? А мне где дал, наверное, для того, чтобы выжить? А где в нем находится? У него есть ли он? Или он передал просто вам? Не могу найти у деда. Он стал как темный такой силуэт. Угу. Силуэт деда. И все. И вот шар лежит отдельно. Дед стоит отдельно. Угу. Хорошо. Скажите тогда там внутри деду, я выбираю вернуть тебе этот страх и дальше идти без него. А ты можешь его преобразовать так, чтобы он тебя не не пугал. Что тогда получается? Дед это сделал, даже улыбается, улыбнулся. Хорошо. Шарик стал диаметром сантиметра два, уменьшился. Он его забрал или что? Шарик отдельно лежит. Попросите его, чтобы забрал? Да. Просто представьте, что вы ему возвращаете. Это его страх и он знает, что с ним сделать на самом деле. Как он на это реагирует тогда? Ну, он как бы страх забрал прямо из меня вынул, а шарик два сантиметра диаметром так и остался лежать. То есть часть он забрал, ну, большая часть, меньше оставил. И вот как бы все застыло в статике отстало. Ага. Хорошо. А вот этот шарик тогда меньшего диаметра, который... он чей? Кому он принадлежит? Я вот не знаю. Пришел прадед, но мысль о прадеде пришла, но не притянули я ее. Вот это я отследить не могу. А здесь смотрите какая интересная штука. Если даже притянули, то притянули его вы, исходя из каких-то своих соображений. А дальше здесь можно проверять. Если вы ему этот шарик отдадите, вот этот меньшего диаметра, я выбираю вернуть тебе это и дальше идти без него. Чужого не беру, с вами не отдаю. Как он? Шарик это мой, неправда. Правда, ты его не берет. Не берет. Хорошо. Если это ваш шарик, тоже тогда ему скажите этому шарику. Я тебя вижу. И стань тем, чем ты являешься на самом деле. Что тогда с ним? Да прям мой двойник возник. Вот точь-точь, как я сейчас теперь ищу. Напротив меня. Вот он там стоит, где шарик стоит. Это интересно. Ему скажите, что я тебя вижу? Я знаю, что ты часть меня. Улыбается. Хорошо. А если вы сейчас мысленно выйдете из себя, не знаю, как это наглядно представить, и соединитесь с тем, своим двойником, это некая часть, которая от вас отсоединилась для каких-то своих соображений, для каких-то своих целей. И вот вы сейчас возьмите и ассоциируйтесь с ним. И посмотрите вот на того Павла, с которым сейчас сессию проводят. Что за мысли там в голове? Что там приходит на ум? Когда соединился с двойником, это неспокойно. До этого был момент жара по телу. Передивком. Он спокойно смотрит, я сейчас из своего двойника спокойно смотрю на себя сидящего и понимаю, что страх этот я по большей части притягиваю за уши сам. А откуда он берется, страх этот? Вот если вы притягиваете его за уши, если брать это метафорически, вот прям буквально, где этот страх находится? Откуда вы его притягиваете? Как ни странно, страх, что что-то, какое-то дело не получится. А находится он, какой-то красный шар здесь и темное облако. Хорошо. Давайте диссоциируйтесь, выходите из своего двойника, возвращайтесь в себя. И что будет, если сказать двойнику? Я приглашаю тебя соединиться со мной и занять достойное место внутри меня. Сам момент перехода отловить я не могу, вроде бы как я не против, вот как его переход сам. Но если он не против, он заходит или что там получается? Из меня и сел. Что в теле тогда отражается? Как ощущается? Нет, не сел, остался стоять. Стоит и улыбается. Хорошо. Что первый приз как ответ на вопрос? Что ему мешает соединиться с вами? Дурость, гордыня, что еще? Больше ничего. Дурость, гордыня, хорошо. Эта дурость и гордыня, она где у него? Как это выглядит? Как ни странно это звучит, это видно просто по нему. Она прямо выражается в теле. Вот по-другому сказать не могу. Сминило тело, поза, выражение лица. А если взять какую-нибудь метафорическую, такую обобщающую, что ли, картинку, обобщающую образ вот этого всего, гордыни, что там еще. Взять и представить перед собой. Отделить от того двойника отдельно, чтобы вот это все, это поведение как-то было, как-то выглядело, да? Шут в обтягивающей одежде с шапки с бубенчиками. Одежда красно-белая. Поэтому что-то можно сказать, я тебя вижу. Я разрешаю тебе проявить все, что ты себе хранишь. Все, что ты в себе скрываешь. Да. Что с ним, как он меняется? Ну, ощущение пришло, что я слишком сильно принимаю все к сердцу и слишком сильно и серьезно ко всему отношусь происходящим. Очень хорошо. А вот это ощущение, да, что слишком сильно и слишком близко, понятно. А как надо, вот если вы сейчас есть, вот если есть ощущение, что вот так. Как можно настроить тогда, как правильно принимать? Сколько близко, насколько сильно? А как ни странно принимать, как есть, сейчас закончу с миром, смирить с миром в душе и в покое, что ли? Философски как-то так. Есть и есть. Устраивает хорошо. Не устраивает. Ну, технически будем менять. Если уже достает. Ну, как ни странно, то устраивает, что так все. Хорошо. А что ему тогда, вот этому двойнику, нужно, чтобы с вами соединиться? Потому что получается, что такое восприятие, это достаточно эффективно. Если, допустим, его встроить в вашу картину мира, то может все хорошо будет. Что ему нужно, чтобы соединиться с вами? Ну, я сказала ему, что его мне не хватало. А? Это я, я, это ты. Ага. Вот приходи домой. И как она это? Приходи домой. Теплее как-то стало. Афера разрядилась, скажем так. Хорошо. Ох, хорошо. Да. Он вернулся? У вас нет? Сейчас еще там добавлю пару слов. Хорошо. Вот он стал, как бы, как ни странно, у меня все время приходит образ маленького мальчика в одной и той же одежде, когда вот прорабатываются вещи. Угу. Сколько лет? Ну, 6 много где-то, 4-5, в песочнице сидит, спокойно играет. Угу. 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 Сейчас. А что тогда было? Почему он так вот, возможно, отделилась эта часть от мальчика четырех лет? Ну вот, мама, папа, отношения всплыли между ними, какая-то отчужденность была. И я сижу один, он сейчас до сих пор сидит ко мне спиной, и ушел в себя, закрылся, и просто тупо вот ковыряется в песочке, ну вот, бежит, скажем так, вот в себя. Угу. Угу. И эта штука, я так смотрю, по жизни проявляется в хозе. Вот это вот закрытость, да, какая-то? Закрыться и говорится. Угу. Угу. Здорово, что вот это вышло. Потому что если это постоянно выходит, да, в каких-то проработках, ну просто может казаться так, что там много связано всего с той ситуацией. Здесь же нет правильного и неправильного. есть только по внутренним ощущениям. Как это гармоничный для вас? Угу. Зарпа тела. Угу. Угу. У вас прорабатывается всё это. Скажите этому мальчику, который отвернувшись сидит в песочнице лет четырёх, я тебя вижу? Угу. 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 наши у тебя сейчас что там с ним у него внутреннего движения стал уходить мальчик как что у него за настроение состояние покоим что его там вот не устраивает от чего он закрывается сейчас он что ощущает присутствие кого-то ряда мое присутствие рядом очень хорошо и можно там послать как-то мысленно наглядно визуально может быть волну поддержки волну тепла но потому что это ваша часть да вы же знаете что там было когда такого сейчас своего уровня нынешнего уровня мудрости можно уже того мальчика как-то поддержать а я могу его попросить взять от меня ресурсы которые ему не хватали тогда то есть я дешевле конечно вы можете поделиться с ним это же вы здесь можно попасть дать ему наполнить его тем что нужно что им сейчас нужно вы каком не даете конечно как из ресурсы что-то как получается ну я его обнял прижал к себе отдаешь тепло от сердца отдаешь все равно он закрыт закрыт или бои для чего-то или настолько больно что не хочет открываться а посмотрите у него есть где-нибудь боль любая любой природы боится одиночество боится одиночество хорошо скажите ему как-то может быть своими словами сформулируется ведь получается что одиночество это тоже такая какая-то категория что ли он никогда не одинок потому что у него есть всегда вот у каждого человека есть он сам и при внутренней наполненности при внутренней целостности цельности вопрос одиночества не станет можно мальчику просто пригласить чтобы он с вами соединился я никогда тебя не брошу всегда будем вместе ты никогда не будешь одиноким вот внутрь он меня и провалился своей болью с печалями но тем не менее провалился вот вот эти более печали они снимут что может быть не совсем так хорошо себя эти забирать вы сейчас вот со своего уровня понимаете что можно сделать с этими болями и печалями на логике на каким-то другим способом странно я в них до сих пор и живу хорошо что делать делать очень просто мальчик куда провалился где он сейчас а в туловище где-то в определенном месте или где от пупа до до сюда пусть он там свободно размещается распределяется по телу как ему надо давайте посмотрим что у вас там за боли и печали такие где они что в голове 5 очень похожий туман темный убящийся на тот туман который был в самом начале ну развлекайте его размещайте перед собой для тебя вижу я разрешаю показать все что ты в себе скрываешь что с ним тогда происходит он превратился в темный силуэт ни лица ничего просто фигура пластиковая как плоская без чувств как и бесчувственная и то же время она жесткая и чувством твердая злость не злость но до какой-то же до ненависти что хорошо хорошо карте я не буду испытывать к тебе злость и ненависть я выбираю проявлять тебе только самое лучшее чувство мы понимаем что это часть меня часть ваша хорошо пусть тогда скажите есть антен чем ты являешься на самом деле подросток лет 17 что там за состояние во что он одет что за ситуация джинсы рубашка ситуация страна стою на остановке недалеко от дома общественного транспорта вот такая атмосфера вокруг а что внутри там что там за состояние подростка настроение как не странно страшно играть не хочется играть со сверстниками будет со сверстниками в принципе это одиночество а как у него это одиночество выглядит повторите как у него это одиночество выглядит одиночество это же ощущение какое-то может быть уныне нет жизнь не бьет фонтану хотя должна в этом возрасте это понимает вы хорошо очень хорошо посмотрите тогда пожалуйста повнимательнее вот на этого подростка или может быть где-то вокруг него что мешает нему чтобы жизнь там белых фонтан чтобы была радость жизни чтобы все что вот должно быть было вышло следующее порицание матери за любые свои самостоятельные посылки идущие в разрез и не второе не странно пора бы начинать уже опираться на самого себя где в нем в том подростке или вас те предписания те идеи те мысли которые вложила мать горле черный комок а где горло горло такой шар с кулак это у вас или у подростка у меня у вас давайте достаем тогда этот шар черный с кулак да это хороший знак достаем шар вот уже пошел это хорошо этому шару я тебя и вижу кому он принадлежит ну с подачей матери он принадлежит моим опасениям страхам майнер набида на то что я делаю так как я хочу и за это от матери получаю нагонять неодобрение со стороны матери на их поступки можно сейчас представить перед собой образ матери да и крылатая фраза живи своей головой но она по факту хорошо верните тогда ей все то что ей нужно вернуть и что ей принадлежит все какие-то слова какие-то мнения какие-то обидовать сейчас можно просто все это увидеть собрать во что-то общее и вернуть я выбираю идти дальше по жизни без этого я самостоятельно я знаю как жить своей головой как это выглядит что происходит удивление на лице матери но она не против чтобы это все вернул как не странно потому что у нее шок и на время этого шоку наверно все надо возвращать пока не опомнилась хорошо ну конечно да с каким настроением как она все это забирает что там получается как ни странно как само собой как ее она не против особо не осознавая то есть она не осознавала что она делала вот были в вами не понимала что она делала видите как сегодня это возможно были лучшие какие-то побуждения да другой вопрос как это трансформировалось при передаче в вашем восприятии хорошо посмотрите может быть есть у вас в теле еще что-то что принадлежит матери нужно это прямо сейчас вернуть да какие-то остатки опять забавит какой-то черный комочек ну вот пусть они все все что нужно соберется в этот комочек комочку можно сказать я тебя вижу я выбираю вернуть тебя матери дальше идти без тебя чужого мне первым в руку ее встроился так угу есть ли у нее что-то что принадлежит вам и надо забрать себе такой голубенький шарик сразу же возник образ из ее голоса перед собой вы размещаете я тебя вижу стань тем чем ты являешься на самом деле ну вот теперь Павел который уже улыбается и которого же не намного больше хорошо скажите тогда тому образу который вы сейчас там видите если ты мой если ты принадлежишь мне если ты часть меня я забираю тебя идеальным образом что тогда получается приезжать в сал от радости прям хорошо с вами соединился или что он там как он там ну вот в руку и втекают по телу разливается угу отлично пусть он там свободно размещается по телу где надо посмотрите у мамы есть еще что-то ваше что нужно забрать еще один такой же образ хорошо еще что-то есть а мы можем это запрограммировать чтобы оно из нее вышло как-то в процессе жизни и для меня строилось как как это верить или нет вы знаете можно как сделать здесь вот опять же правильного неправильного нет я задаю вопрос что нужно забрать сейчас и строилась бы да потому что возможно там есть какие-то вещи которые к нынешнему запросу не имеют отношения тогда вроде как это нелогично но ничто не мешает нам по экспериментировать и сказать пусть все то что принадлежит вам есть в вашей матери и не сейчас любым наглядным доступным образом проявится и вы сможете это забрать что-то я по предыдущему алгоритму сейчас все сделаю просто образ получился намного толще да делайте и мы сейчас закончим с этим образом фу хорошо вот он спокойно начинает переходить с меня славненько спокойненько гармонично со своей скоростью да вот фу да без истерик без истерик а как спокойно абсолютно спокойно да вальяжно размеренно экологично да все приятно все хорошо в этой гонке непонятно и никому не нужно ощутить вода как это все очень остал нервный колотун по телу идти на чем террасить нервную а где источник этой нервной дрожи голова что там в голове называют эти нервные дрожи образ такого светящегося головы мозга интересно и аккуратно извлеките его и разместите перед собой чтобы поисследовать что это за образ я тебя вижу я разрешаю проявить все что ты себе содержишь и скрываешь что тогда с ним как он выглядит вышло то что идеи которые у меня есть и надо воплощать их не воплощаю тормозу проявляет подсказывает ну и самая первая фраза которая вышла с образом вот этим это украденный ум потерянная жизнь то есть надо свой ум использовать за полную капот назначение какая это цитата хорошая такая хорошо скажите тогда вот этому мозгу или как он сейчас там из этого образ выглядит стань тем чем ты являешься на самом деле ну стал человеком юношей мной 17-22 который которым интересно реализовывать свои задумки которому нравится играться с механикой железя кричит вот такими вещами сделать и обращать свои идеи и покупать пригласить его в себя соединиться с собой привычным способом как он на это реагирует как бы стал занял свое место спокойно находится ванной что сейчас там скалотону нервной дрожью медленно она начинает уходить по участку пошло такое тепло ну гарно хорошее тепло пошло хорошо что там с образом нам сейчас его можно отпустить все все забрали свое на данный момент да просто нам остается ну тогда поблагодарите пусть уходит да я понимаю что еще остались не в контексте этой работы что что осталось ну на данный момент логически все хорошо здесь главное по ощущениям хорошо посмотрите значит там еще значит у нас оставался так подростка это там дед с прадедом еще их отпустить уже можно если они чувствуют если они еще не ушли прадед улыбается вообще 32 уходит где тоже при а вот тот маленький четырехлетний мальчик который был в песочнице вот он он как где он сейчас ощущается как неправильно он остался в песочнице но он стал как бы то сказать не поврослел но он стал больше смотреть в себя не на то что ему внушают а вот как бы стал обращать внимание на тепло которое в нем возникло внутри по-другому сказать не могу понял хорошо слушать и оно его стало греть вот когда это проговорил опять пошло тепло как сел классно хорошо ну вот сейчас посмотрите вот как его можно вот сейчас забрать как себя соединить чтобы он соединился с вами восстановил вот эту связь потому что тогда вы говорили что он там вместе со своими болями и печалями провалился а вот мы сейчас посмотрели боли и печали от них что-нибудь осталось сейчас как они сейчас ощущаются они стали отделяться от тела но не как прилипли на тело но уже не в теле не внедрились выделяются но если этот процесс как-нибудь форсировать стимулировать чтобы все это отделились совсем такая вязкая такая субстанция не начинает такой густой сели стекать тело одежды выходить изнутри выдавливаться из тела и истекать посмотрите давайте этот процесс подождем пока он там завершится или чего-нибудь дойдет теле это меньше остается на на теле ну вот как бы процесс ну грубо говоря очищение получается вот такой вот он идет и он уже мальчик не цепляется за эти вещи не вот как эти как же я такой как тогда его нас состояние меняется что происходит вот это боль внутри у него где это был вот у меня на вот транслировать меня вот здесь тепло появляться посмотрите любую боль можно выпустить из тела не держа и можно сейчас допустим привязавшись к дыханию на выдохе увидеть как эту боль потоком мысленного света звука или каких-то ощущений гармонично спокойно покидает ваше тело выходят оттуда из этого тела и растворяется в окружающем пространстве превращаясь в первоначальную безличную энергию с которой все создается можно увидеть что это боль спокойно выходит мы еще тело как бы раскрыл дополнительно до ну выходит она вот из груди и так и тягучим очень тягучим в данном итоге он богом посмотрите что там как произойдет дальше ну сейчас там на данный момент пустота я понимаю что он должен заполнить заполнить что там должно быть в этом месте как ощущается где находится пришел тогда что покой покой хорошо вот на это место приходит покой наконец-то приходит покой хорошо там это все да гармонично взаимодействовать со сам остальными частями да прочувствовать покой и с меня стало напряжение сваливаться с тела это хорошо как сейчас вот этот мальчик четырехлетний он может соединиться с вами он спокойно сел ко мне на колени его прижимал в себе грею грею сейчас это я я это ты я приглашаю тебя соединиться со мной чтобы ему круче тебе забудь создавать все что тебе нужно да займи до остального места внутри меня ну вот он сейчас со своей скоростью вот в этом спокойно вот и у меня и заходит угу да песочница пустая там никто не остался угу 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 хорошо что сейчас за состояние в теле как себя чувствуете чувствую что на сегодня все состояние покоя завершенности работы новое какое-то качество может быть идентичность как вы сейчас что по-другому что за отношение теперь к тому деву которым хотите заниматься и страх который был насчет денег как нет конкретики надо узнать это сходить в разведку узнать ситуацию которая сейчас занимает принимать решение то есть про спокойно казан конструктивная до какой-то деятельность конструктивная деятельность приходит на ум да принимать ситуацию да свою пользу хорошо как вы сейчас называете в таком новом состоянии есть какое-то название идентичность ну как говорил один персонаж я ганджа и хочу быть только самим собой ну как то я сам 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 и есть сам с собой да как это правильно сказать ну сам с собой хорошо я сам нравится это состояние будем закреплять будем меня на меня он очень устраивает наконец-то он у меня появилось хорошо кладись тогда ладошку на груз там все касалось голый кода ага и через центр ладошки внутрь себя вглубь себя намеренно а насколько кстати хотите ко времени нельзя да навсегда хорошо давайте тогда так через центр ладошки вглубь себя намеренно я выбираю закрепить это мое новое состояние я сам собой сам свой начиная с этого момента и до конца этой моей земной жизни с возможностью продления как там внутри реагирует части все ли согласны точно никто не против согласны заложу с возможностью углубления и расширения да все правильно и тогда тоже через центр ладошки вглубь себя благодарность себе своими бессознательными всем частям которые участвовали в этой трансформации объединились всем тем образом которые приходили к Господу Богу Ангелу Хранителю Роду всему кому хотите всем кому хотите и когда будете готовы можно сделать глубокий вдох подняв руки так выше головы чтобы потом на выдохе опустить и забрать в себя это новое состояние до последней клеточки чтобы она запомнила запомнилась запомнила да хорошо 1 хорошо некоторое время можно сейчас потрансоваться ничего не анализирует просто побыть в этом состоянии и потом еще чем чаще чем дольше просто напоминаю если в трансах каждый день ладошку так на грудь вот это состояние я сам собой сам слову как сформулируется лучше и тогда но строится быстрее и будет хорошо влиять на окружающий мир на вашу жизнь вопросы вопросы замечания пожелания сейчас будет огромная благодарность понимаю что индивидуальные сессии это намного больше чем потраченные деньги вот такая реклама да совершенно право спасибо за такие слова благодарю за ваш вид благодарю да очень приятно спасибо спасибо